Я приехал в Москву в конце 1921 года без денег и без вещей. Приехал, чтобы остаться здесь навсегда. Писал по прошествии многих лет о своем прибытии в столицу главный мистический писатель России 20 века, литератор и драматург Михаил Афанасьевич Булгаков. Именно с Москвой связаны важнейшие вехи в личной и творческой биографии автора. В столице были написаны «Белая гвардия», «Бег», «Собачье сердце». На сцене МХАТа были поставлены первые спектакли по мотивам произведений автора. А уже в стенах Центрального театра рабочей молодежи он сам попробовал себя в качестве режиссера. Петербург же не сыграл столь значимой роли в биографии автора. Немногочисленные его автографы и петербургских архивах хранящих. Но в декабре 2023 года в нашей библиотеке были переданы 16 книжных памятников, конфискованные Выборгскими и Псковскими таможниками при попытке их незаконного ввоза в Россию. Среди них была и «Повесть Евлеада» с личным автографом Михаила Афанасьевича Лукакова. Именно об этом новом приобретении Собрания Российской Центральной Библиотеки и пойдет сегодня речь. Ровно за 100 лет до передачи книги нам в 1923 году Михаилом Афанасьевичем Лукаковым был создан сборник рассказов, получивший название по главному произведению, одновременно сатирической и мистической повести «Дьяволеада». Произведение рассказывает о несчастном мелком чиновнике, делопроизводителе Короткове, ставшем жертвой советской бюрократической машины, представляемой главным героем как страшная потусторонняя дьявольская сила. Пройдя аналогичные герои своей повести «Круги бюрократического ада», Михаил Афанасьевич Лукаков добился издания сборника лишь к 1925 году. После выхода в свет «Дьяволеада» вызвала смешанные отзывы. Официальная критическая пресса негодовала, называя произведение антисоветским, в то время как коллеги-литераторы отзывались о повести крайне положительно. Например, Евгений Иванович Замятин, автор романа «Мы» называл повесть фантастикой, уходящей корнями в быт. Популярное сочинение среди обычных читателей подарило первую литературную известность самому автору, а также возможность пересдать свое произведение, что и произошло в следующем, 1926 году. Оба эти, несомненно, радостных для Михаила Афанасьевича Лукакова события и запечатлила книга, которую мы рады вам сегодня представить. Экземпляр 2-го издания «Девлиады» 1926 года с дарственной надписью автора. Надпись от 19 мая 1926 года выполнила чернилами черного цвета на титульном листе и посвящена младшей сестре автора Елене Афанасьевне Булгаковой. Между всеми многочисленными братьями и сестрами Булгаковыми были теплые отношения, однако между Михаилом и Еленой, возможно, была особая связь. По воспоминаниям последней супруги Михаила Афанасьевича, его сестра Елена, или как в семье ее называли Леля, сыграла важную роль в их с мужем судьбах. Именно она ухаживала за умирающим братом в последние месяцы его жизни. В том же время, как сама жена писателя страдала от болезни. Также Елена Афанасьевна стала одной из первых читательниц незавершенного романа «Мастер и Маргарита». Глядя на этот письменный памятник, хочется вспомнить бессмертную фразу Воланда «Рукописи не горят» и дополнить ее словами, но, к сожалению, со временем исчезают. После смерти Елены Афанасьевны в 1954 году автограф, очевидно хранившийся до этого, у нее затерялся. И история его на протяжении более чем 70 лет остается загадкой. Известно, что он был выезден за границу и оставался там ровно до того момента, как попал в руки российских таможенников, передавших его в нашу библиотеку. Как вы видите, состояние и автографа, и книги в целом оставляют желать лучшего. Именно поэтому сейчас ценнейший памятник находится в Федеральном центре консервации и реставрации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки. Здесь, уже на протяжении нескольких месяцев, сотрудники центра восстанавливают утраты листов специально подобранными образцами реставрационной бумаги, листочек за листочком. После чего они отправятся под пресс. Затем специалисты изготовят новый переплет для книги, чтобы соединить восстановленные листы и передать изданию первоначальный вид. Когда же мастера-реставраторы закончат свой кропотливый труд, все желающие смогут ознакомиться с наследием великого автора в Российской национальной библиотеке. Продолжение следует...